Ровно 44 года назад, 17 августа 1977 года, атомный ледокол «Арктика» первым в мире из надводных судов достиг точки Северного полюса. В результате этого похода была не только на практике доказана возможность круглогодичной навигации по Северному морскому пути, но и сделано множество научных открытий. Точка на самой вершине планеты издавна привлекала путешественников и ученых. Сюда прилетали на самолетах, приезжали на вездеходах и собачьих упряжках, шли на лыжах и даже прыгали с парашютом. Но советские полярники пошли еще дальше и замахнулись на то, чтобы первыми в мире дойти до полюса на корабле. Тогда это казалось безумием. Толщина льда 3 метра, многокилометровые торосы. Лишь одно судно могло справиться с задачей – атомный ледокол «Арктика». Махина длиной почти 150 и шириной 30 метров, а высотой – с 20-этажный дом. Два ядерных реактора развивали чудовищные 75 тысяч лошадиных сил. 9 августа судно вышло из Мурманска, а уже 14-го начались проблемы. Ледокол вошел в поля многолетних льдов. Эту часть путешествия экипаж назвал «камнедробилкой». Прорубать многокилометровые льдины приходилось, разгоняясь и врезаясь в них. Вот так, вперед-назад, моряки в буквальном смысле пробивались к цели. Дважды судно застревало в паковом льду, и только профессионализм и мужество экипажа позволили выполнить миссию. А потом моряки совершили символическое кругосветное путешествие. Дело в том, что на полюсе сходятся все меридианы. И пройдя по кругу диаметром несколько десятков метров, можно пересечь их все. И как люди, чтущие традиции, полярники достали припрятанные заначки и отметили окончание похода. А ледокол «Арктика» прослужил до 2008 года. Его хотели порезать на металлолом или продать иностранцам. Но на защиту любимого корабля встали моряки. В итоге было принято решение ледокол сохранить и открыть в нем музей.